Девчатки, всем привет! Сегодня будет видео обзор на мой заказ от Avon. Сейчас вам покажу, что же я заказала и свои впечатления. И первая моя покупка не косметическая, это вот такой вот кошелек-клач с ремешком, поэтому куда-то выйти в магазин, в принципе, удобно, не надо брать с собой сумку. Чем мне очень понравился этот кошелек, это тем, что у него есть отделение для карточек, такое достаточно большое, сюда влезли практически все мои карточки скидочные. В целом случае все основные, которыми я пользуюсь постоянно. Внутри такое одно отделение для купюр, к большому сожалению нет отделения для мелочи, но в принципе пока справляюсь. Здесь внутри есть еще 4 кармашка тоже для карточек, там у меня лежат самые-самые ходовые карточки. Это карточка связной, карточки из косметических магазинов, это Ревгош, Латуали и Фрошен. Очень довольна эта покупка, очень качественно все сделано, классно смотрится, вообще просто классная вещичка. Следующая вещь, которую я вам покажу, очень интересная, очень необычная, тушь. Не удивляйтесь, вот так она выглядит, это тушь. Как она работает, снимается вот этот верхний колпачок, а вот эта вот ручка, видите, она по всякому гнету, чтобы это можно было подлезть в самые окромные уголочки глаза и прокрасить все реснички. Вот так вот она достается. И вот такая вот малярная кисть. Вот такая вот щетка. Сейчас покажу. На самом деле я не могу к ней приспособиться, она ужасным образом слепляет ресницы, их потом невозможно разлепить, она их склеивает, она очень сильно чувствуется на ресницах. То есть, не знаю, в течение дня прямо чувствуется, что ресницы чем-то намазаны, намазаны таким вот, не знаю, такое ощущение, что на ресницах какой-то гуталин. В общем, не знаю, пока не в ладах я с этой малярной кистью, она их не обволакивает, как-то она их не делает гуще, она их не подкручивает. В принципе, она не делает абсолютно ничего, единственный ее большой, достаточно хороший плюс, это то, что она очень-очень черная. Но, в принципе, наверное, пока это все ее достоинства, не могу ее распробовать, вот как-то не получается у меня ей пользоваться, поэтому рука к ней не тянется. Наверное, еще пару раз попробую попользуюсь, может быть, все-таки я изменю свое мнение, потому что, ну, действительно интересная такая вещь, необычная. Необычная такой щеточки больше ни у какой-то уши я не видела, но не знаю, не знаю, скорее нет. Итак, теперь переходим к лакам для ногтей. Я взяла вот такие вот два лака, очень давно хотела, такой вот мятный цвет и такой вот золотой. Так вот он выглядит сейчас у меня на ногтях. И на самом деле лак этот просто ужасный. Он ужасно нестойкий. Он, вот стоит просто ноготь чуть-чуть чем-то задеть. Все, тут же появляется такая как зарубка. Вот сейчас я буквально делала прическу, даже не прическа, а вот, ну, челку-ливидинками заколола. И вот на ногтях уже несколько содранных, так скажем, участков. Такой искристый, с блестками. В принципе, не видно будет, если поставить такую заплатку на ноготь. Но я не готова каждый день подкрашивать ногти, поэтому вот этот лак однозначно полетит в мусорку. Следующий лак, вот такой вот мятный цвет, хотя называется он, по-моему, морской бриз. Да, называется морской бриз. Очень мне понравился на картинке цвет. И очень давно я хотела действительно лак такого мятного цвета на лето. Но когда я его нанесла на ногти, я поняла, что это, ну, абсолютно не мой цвет, это абсолютно ужасно смотрится. Не знаю, такие вот синие-зеленые ногти, ну, это однозначно, во-первых, не для работы. Да даже в жизни это как-то, ну, я не знаю, по-моему, это выглядело ужасно. Ужасно, и я себя очень, так, эмоционально плохо чувствовала с такими ногтями. Поэтому, в принципе, проходила один день, и на следующий день лак стерла, скорее всего, тоже полетит в мусорку. Вот лаки серии Nailwear Pro мне очень нравятся. Они очень стойкие, у них классная кисточка. Вот это серия Nailwear Pro Plus. И она хуже, она хуже. Поэтому обратите внимание, серия просто Nailwear Pro, а лаки по качеству намного-намного лучше. У них более широкая кисточка, они лучше наносятся. Они как-то более такие, более густые, что ли, вот этот вот совсем как водичка. И оставляет полосы, то есть надо делать два слоя, цвет какой-то, ну, не очень насыщенный. А вот этот вот лак, он вообще просто мега нестойкий. У меня, мне кажется, вообще никогда в жизни не было такого, настолько нестойкого лака. В общем, вот это разочарование. И еще один аксессуар для ногтей, который как раз-таки мне очень понравился. Это вот такая вот кисточка для маникюра. С одной стороны у нее такой вот носик. Очень удобно делать такие точки на ногтях. В другом конце вот такая вот тоненькая кисточка, чтобы именно рисовать какие-то узоры. Я еще больше полюбила делать маникюр вот с таким аксессуаром, потому что это быстро, просто и получается очень эффектно и очень красиво. Итак, переходим к уходовым средствам. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот скраб для тела из серии Planet Spa с солями мертвого моря. Достаточно удивил и разочаровал меня состав, конечно, у этого скраба. Соль и минералы мертвого моря здесь вообще ничего не сказано. И морская соль, она на самом последнем месте в составе. Также где-то в серединке касторовое масло, эфиромасло жажаба и кокосовое масло. Но все это в таком малом количестве здесь, что, в общем-то, можно было это даже и не указывать. Ну что, хочу сказать о скрабе. Пахнет, ну, в общем-то, как все продукты серии Planet Spa от Эйва. Запах такой, достаточно химический. В принципе, сам скраб, у него такие достаточно крупные частички, но при этом они не очень твердые, что ли. То есть достаточно приятные для тела скрабы. В то же время хорошо очищает и скрабирует кожу. Но после него кожа очень-очень сухая. Он действительно очень сушит. После этого скраба, ну, просто 100% необходим крем для тела. Как раз-таки мы плавно переходим к крему для тела. И у меня вот такой вот тоже из серии Planet Spa. Это укрепляющий гель для тела с экстрактом водорослей. Называется Отдых в Греции. Очень мне нравится упаковка. Очень удобная помпа. Не надо там ничего выдавливать, особенно если заканчивается средство. Вот начинается вот эти вот давления, да, на эту тубу. Нравится очень удобная упаковка, действительно. Само средство. Средство очень легкое. Это действительно такой гель. Неплохо увлажняет. Ну, так я не сказала бы, что если у вас очень сухая кожа, то вам нужно вот это вот средство. Абсолютно нет. Оно очень-очень легкое. Оно летнее. Оно, да, в принципе, увлажняет. Но я вообще не каждый раз пользуюсь молочком для тела. Поэтому, в принципе, мне вот это средство нравится. Оно достаточно приятно пахнет. Оно не жирное. Оно быстро впитывается. Оно достаточно увлажняет мою кожу. Но, в принципе, довольное продуктом. Классно и пользуюсь удовольствием. Последняя моя покупка – это вот такой вот крем для ног. Интенсивно увлажняющий крем для ног с глицерином и маслом какао. Крем вот этот мне очень нравится. У него достаточно приятный запах. Он такой достаточно жирненький. Быстро впитывается для крема. Для жирного крема он впитывается достаточно быстро. И он очень хорошо действительно увлажняет ножки. Очень мне нравится. Пользуюсь очень часто. Он достаточно экономичный. Поэтому хватит мне его на много-много месяцев. Наверное, скажу, что это один из самых удачных кремов для ног, который у меня был. Итак, вот весь мой заказ от Эйвона. Наверное, больше принес все-таки этот заказ разочарования, чем какую-то эйфорию и наслаждение. Как я много лет до этого Эйвоном не интересовалась и ничего не заказывала. Так, я думаю, следующие годы пройдут в том же режиме. И долго я еще не возьму из-за каталога Эйвона. Вот, такие были впечатления. Надеюсь, полезно было для вас видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok